Итак, дорогие друзья, мы начинаем работу с нашим пациентом. Рассказываю сразу некоторые нюансы по поводу подготовки пациента к работе для мануального массажа. Как вы знаете, у нас именно техника мануального массажа, которая отличается от техосновных техник тем, что мы сразу воздействуем на космосвязочный аппарат человека. Это наше ноу-хау. Это наша передовая техника, на которую клиенты все клюют и прямо просят, пожалуйста, пожалуйста, сделай нам еще именно такой массаж. То есть почему у меня больше клиентов, чем у моих напарников, много напарников там, ну десяток примерно, да? А все едут ко мне записываться. Именно поэтому. Так вот, немножко похвастаюсь, буквально вчера позвонил человек, который был у меня позавчера. Он 3-4 года у меня не был. И за эти годы он где-то, ну, там ездил в пансионаты, в страны другие, да? И вот он вернулся, да, и говорит, ну, легком я на массаж. И я ему сделал только одну половинку, да? А мы делаем по половинкам, сегментарно разбивая тело человека. Это сейчас я поясню почему, да? И вот я ему сделал одну половину, и он говорит, блин, он прям таким каким-то матом. Восхищение матом, как у нас принято в России. И какая разница колоссальная между обработанной половиной и не обработанной, да? И я прям такого, говорит, никогда не чувствовал. Прямо вот вообще эта часть такая зажата, да, а эта расслабленная, теплая. И внутри какое-то там движение как будто бы идет. И даже, представляете, перезвонил на следующий день и говорит, вообще кайф, если благодарю, если еще трех человек нашел, я прямо выхожу, летаю. Вот вы где-нибудь видели, чтобы клиенты звонили просто с благодарностью потом, а после. Через день, через два. Такое вообще редко бывает. А вот у меня такое часто в работе. Бывают люди даже, которые, вот я в бане работаю, они, ну, все сделали, там, поблагодарили, да, заплатили деньги, ушли, потом возвращаются. И еще раз поблагодарили, ушли, там, когда поговорили с людьми, да, ну, вот, из баня идти не могут. Возвращаются ко мне, я уже с другим пациентом вообще работаю. Они прямо мешают в работе. Спасибо, спасибо, двумя руками жмут руку, представляете, вот такая благодарность. Вот я хочу, чтобы у вас тоже была такая благодарность от ваших клиентов, чтобы они были так насыщены энергией, позитивом, здоровьем. И поэтому давайте вот эти все нюансы, почему именно так происходит, да, происходит именно с самого начала, с самого подхода к нашему пациенту и человеку. Во-первых, сразу хочу сказать, что пациентов я не называю пациентами. Это как-то слишком, ну, сразу чувствуется, что больной, как будто в лечебном центре каком-то, да, вот так вот. Я думаю, что они не больные, я люблю работать со здоровыми. Олег, Олег, я их называю два косаря. Два косаря, все думали. По стоимости, да? Вот, я их не называю клиентами, потому что клиенты как-то несут деньги, немножко тут какая-то такая. Два косаря. Вот, еще до косаря пришла. На своих двух, да? Клиентами их тоже как-то, ну, для себя, просто не называю, чтобы избавить самого себя, очистить от вот этой штучки, знаете, меркантильности, типа, что действительно, ну, как бы потребность в деньгах, да? А у вас еще есть эта потребность? В деньгах? Нет, конечно, есть. Ну, понимаешь, она, как бы, должна быть заэвалирована, не должна быть названа вот так-то открыто. Потому что когда-то открыто с человека, там, давай, ну, косаря. Давай вперед. Да, вперед, заранее, да? Это немножко отторгает людей. Даже психологически, не говорю про энергетические, там, всякие техники, да? Вот, поэтому я тоже это отмыл название, да? Как их называть? Гостями? Ну, как-то гостями называют, не знаю, вот их. Гости в ресторане. В ресторане или в бордере, вот там, вот, пошивали. Как-то вот тоже название сбитое, да? Я же думал, как их назвать? Прихожане, может быть? Ну, то уже как-то более, как бы, церковно, да? И так, и так, и так. И в итоге я нашел, как называть, решил, не, не, не пациент. Да. Мириане там, их там, просто, ну, иногда, ну, я называю, просто человек, пришел человек. А по сути для себя, для, внутри, можно так даже не произношу, но внутри, для себя, их называют детками. По принципу, как помните, у этого, Порфилия Корнеевича Иванова. Не слышали такого? Он написал, ну, по поводу закаливания, не, не. По словам петушки, он написал? Нет, не, не, это по закаливанию мужик такой в трусах, ходил в кремль пришел в трусах с бородой зимой, босиком, зимой ходил с этим. Может, да, уже и пошло моржевание. Ну, классический советский вариант, вот это не всегда. Немцы его называли русским богом, возили на мотоцикле в 40 градусов на рожь, мороз и обливали холодного дна. Ну, на самом деле, они такие варвары, таких тоже, но тоже везде впереди бы есть, правильно. Ну, СС, да, конечно, там. А так, в принципе, дети-то образовывания людей. Ну, ладно, наша тема не об этом. Она ведет под запись. Зачастую, я называю детками. Почему? Потому что любого человечка нашего надо обхаживать, ухаживать за ним, досматривать, да, как-то с любовью, с вниманием относиться к его потребностям, выслушать его, да. То есть, на самом деле, перед тем, как положить человека на стол, есть способ побеседовать. Вот это мы упустили, но это мы сделаем в другом ролике, как беседовать и какие вопросы задавать. И, как правило, когда человек ложится, он уже сам на себе показывает, что там у него, где, болит, там, да, тук-тык-тык. Иногда бывает смешно. Доктор, а вот тут болит. Что там? А вот тут болит, просто пазм как будто бы тыкает в себя. Но надо быть очень внимательным. Это тема нашего другого видеоролика. Мы об этом потом расскажем про процесс до положения на стол. На стол мы кладем как человека? Головь в дырку. А еще лучше без дырки. Многим почему-то требуют ствол с дыркой. Я рекомендую перекладывать человека обратно, головой в эту сторону, да, чтобы нам дырка не мешала, потому что лицо отекает. У нас массаж достаточно жесткий. Мы можем надавить ему там сильно, да. И в круге остаются там у кого-то челюсти большие бывают, не влазить, например, в дырку, да. И когда мы делаем мануальные практики, мы там сгибаем шею. И нам как раз нужно, чтобы стол был ровно с жесткой поверхностью. Второе. Ноги мы кладем вот так вот. На подушку, либо на валик, либо у кушеток есть такие поднимающиеся части со всех сторон, да. Для чего мы это кладем? Сразу объясняю три принципа. Во-первых, они расслабляются так лучше, да. Во-вторых, мягче лежать и... Нет, во-вторых, это во-первых, мягче лежать. Во-вторых, это то, что вот коленки не упираются. Дело в том, что у многих бывают либо больные колени, да, либо они слишком острые, либо столы слишком жесткие. Колени упираются, это просто больно. Особенно, когда мы ноги в арбатом, а так он лежит на бедре, получается, вот на этом. И в-третьих, это лимфодренаж. За лимфой у нас никто не следит. Как правило, есть такая поговорка, что кровь в теле человека качает сердце, а лимфу качает только массажист. И это отчасти правда. Лимфа движется за счет сократительной деятельности мышц, как правило, ну вот икры там работают, да, и вот она чуть подкачивается. Течет очень медленно. Но мы все время стоим, либо у нас есть проблема, кто-то много стоит, много сидит, да, это тоже устроенное явление. А кто-то наоборот, много ходит, много бегает. Это тоже проблема, потому что закачиваются мышцы и тоже забивается лимфа. Поэтому хотя бы раздельно на минут 15-20 отложить ноги выше сердца. А у нас как раз, если посмотреть уровень сердца, да, и уровень карточек, получается как раз выше уровня сердца, да. То есть это мы делаем благо дополнительное пациенту, можете даже так ему объяснить и подсказать, что он, что мы ему как раз прокачиваем лимфа оттоктилем, да. Потому что у нас у всех лимфоста забывают, ну, господи, что мы уже много раз говорили. И хотя бы то, что он лежит у вас минут 15-20 на столе, да, это вот уже там 30-40 минут, уже хорошо для лимфа. Далее мы его накрываем, накрываем простынью, ну, во-первых, это гигиенично, во-вторых, это, ну, некоторые стесняются, там женщина бывает, или что-то еще, и в-третьих, для чего? Для того, чтобы нам потом с этой же простынью мы будем работать, мы будем через нее делать приемы. То есть она нам, как-то наш рабочий инструмент в дальнейшем. А до того, как она стала нашим рабочим инструментом, я ее еще обычно подогреваю, делаю это на батарее, укутывая человека сразу теплом своим, это вообще очень полезно, потому что он чувствует вашу заботу, ваше внимание, вы же к нему, как, относитесь теперь, как к вид-персоне. Я, причем, причем даже сразу проговариваю. Никто вот у меня из моих там коллег не делает тепло-горячее простынью, да, а я делаю. Я вот так вот укутываю его, во-первых, если человек там приходит после душа, да, я еще вытираю, вот, не часто вытирают вот это вот, вода остается в прожилках, в желобках вот этих вот. То есть я дополнительно еще вытираю воду, да, простынью, это очень важно. На этом отдельное есть видеоролик про простынень, как к ним работать. Открываю вот так вот и заворачиваю простынью под его одежду, пациента, чтобы, дабы не повредить маслом, или как-то еще, его там белье. Здесь просто тоже теплое. Обязательно укутываю пяточки, вот так вот, да, стопы промокают, тоже вызывают доверие и уже, как бы, внимание к пациенту, тем, что я даю ему некоторое тепло. А доверие очень важно, потому что мы договариваемся, по сути, не с личностью человека, а с его подсознанием. Ведь я отвечу, особенно когда мороз, дай его подкутываю. Ну, тут очень просто, подгибаю просто подойти. И, как видели вы, во время разговора я многократно накатываю в руки, да, я как будто чуть покачиваю, чуть-чуть подружески, может быть, потрепало там, за ушко потрепало, пощечки побил. В общем, шучу, конечно. Для чего? Для того, чтобы, вот это первый контакт, да, особенно если человек к вам первый раз пришел, новенький, да, первый контакт очень важно, чтобы вызвать доверие, его подсознание, его вот этого вот, бессознательного, внерассудочного, вот, мозга, да, рептильного. После этого все наши приемы должны отличаться тем, что мы стараемся не отрывать руки до конца сеанса от него. Это будет высшее мастерство филигранное. Все наши приемы, которые мы будем проходить, мы, естественно, будем их проходить частями, но лучше всего их делать так, чтобы у вас одна рука, один пример переходил совершенно в другой прием. Понимаете? И руки я стараюсь не отрывать. Даже когда наливаю масло, я стараюсь это сделать, ну, она всегда стоит где-то рядом, да, то есть не отрываю. И когда я пажу клиенты, я руку всегда держу на нем. Ну, заодно, массирую, когда продолжается массаж, да, но уже начинаю все с стороны работать. Понимаете? Это очень важно, особенно, если ваш пациент женщина. Ну, скажем так, не женщина, если вы с пациентом разного пола, это особенно важно, чтобы руки ваши не отрывались. На него масло ни в коем случае не капаем. Желательно масло подогревается на батарее, особенно восточную школу, почему любят там всякие кунжутное масло подогреть, прям чуть-чуть не горячими лезть. Чтобы на него не капало, не брызгало ничего, ни мимо, не брызгало, да, масло, сделаем с ним все аккуратно, чисто, экономично, видите, даже еще пока на него не капну, но уже все руки в масле, мгновенно, растирая масло, я уже начинаю немножко массировать. Ну, то есть, процессы сразу пошел, да? И еще нюанс про нашу позу, как мы лучше должны класть человека, зависит от того, что мы работаем с сегментами. Есть разные школы массажа, по-разному учат, кто-то там с кончиков пальцев обязательно начинает, кто-то там еще как-то учит начинать. Здесь важно, ну, во-первых, школа у нас базируется на классической русской школе, советской еще, так скажем, школе. Классику никто не отменял, и все приемы, которые, если вы где-то изучали, классически, да, они тут тоже пригодны. Можно это все микшировать, ничего не запрещается. здесь мы как делим пациента? На участке. Начинаем с наиболее ближнего, с половинки, левой, да, которая ближе к сердцу. Здесь делим практически вот половина грудного отдела, два корпуса, половина корпуса, да, вот верхняя часть. Нижняя часть корпуса, пояснично-грудного отдела, да, включает в себя ягодичная часть, бедренная часть, икроножная часть, стопа, да, и, заметьте, в чем нюанс, да, движения мы все делаем снизу-вверх, от периферии к центру, все движения у нас обязательно идут сюда к центру, к сердцу, да, и вот от головы только получается не снизу, да, сверху получается, к центру, ну, от рук, если они вот так лежат, то, соответственно, от кончиков рук сюда. Движения делаем, да, но сегментарно разделяем человека, наоборот, от сердца вниз идем. Почему? Еще раз объясняю. Потому что, если мы будем качать кровь отсюда, вот мы размягчили, да, ткани стали мягкие, настолько, что прямо вот оттягиваться, чуть-чуть от кости не оттягиваться, значит, тут все процессы внутренне ускорены, ну, во много раз, и лимфа, ток, и кровообращение, да, и, соответственно, если тут у нас холодно остается часть, да, то будет закупорка, тело наше как губка, оно будет отсюда впитывать, и не пропускать дальше, дальше тоже мы не размассировали, поэтому вся кровь, все наши контуры замыкаются через грудную систему, через сердце в том числе, и поэтому мы будем это все к сердцу, поэтому сначала здесь размягчили, потом здесь, потом здесь, участками, да, и идем, потом здесь, потом здесь. работаем движение снизу вверх, от периферии к сердцу, да, а участки сверху вниз, по очередности идут. Так вот, для этого мы кладем человеку вот так, эту руку, разгибаем и вверх кладем голову в мою сторону, может, пожалуйста, вот так вот, эту руку можно либо свесить, либо если, ну, человек худенький, да, а у вас стол не очень мягкий, то тут пережимаются у него, рука, чтобы не переживалась, может, положить вот так, в принципе, неважно. Таким образом, мы что сделали? Мы максимально открыли ему лопаточную зону, да, максимально раздвинули ему шейные позвонки и расслабили вот эту часть шеи, да, потому что это тоже у нас включается в работу, мы будем здесь тоже работать, понимаете, да? А эту руку мы, наоборот, подняли вверх, потому что данный момент она нам просто не нужна, если бы там висела бы вот так, но вы постоянно ее задевали ногой, вы что-то плохо, поэтому мы оставляем ее вверху. Ведь наши движения достаточно будут сейчас широкими. Во-первых, я вам говорю про стойку, что она должна быть пружинистая, перпендикулярно на полусогнутых ногах, перпендикулярно оси вашего пациента, подопечного. И много очень движений мы будем делать именно вот в этом направлении, да? Если мы работаем, например, с лопаткой, мы разворачиваемся под 45 градусов к телу, от насильно на лопатки, если с ягодицами в эту сторону разворачиваемся, с шеей тоже в эту сторону, то есть практически мы просто вращаемся на ногах, немножко переступая влево-вправо, но там, к сожалению, маниклоп не видно, да? Даже когда мы работаем вот в такой стойке, резко направляем наше движение, да? мы идем вдоль всего тела человека, пациента, видите? Поэтому нам вот эта рука не шалоба, вот в чем мы ее убираем. Так, но по поводу того, как масло расходовать, я вам скажу, масло надо делать так, искусство заключается в том, чтобы это было не много и не мало, слишком много, вы будете скользить, слишком мало, особенно если там не смогу из-за человека, они будут запутываться и, соответственно, если много масла оно будет течь, ну, то есть вы сами это все маневрируете в зависимости от тела человека, если такие, у которых кожа впитывается, раз в масло бывает, что-то долевать надо потом. Ну, про масло еще буду много разговаривать, давайте на этом зафиксируем нашу съемку, потому что в следующем видеоуроке я уже буду рассказывать конкретно, как идет работа рук на нашем пациенте.